Дорогие друзья, уважаемые гости, торжества, посвященные выпуску бакалавров и магистров Славянского университета штата Вашингтон, объявляются открытыми. Прошу всех встать! КОНЕЦ 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 Прошу всех садиться! КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон» 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 Дорогие студенты, мы вас всех приветствуем и радуемся вместе с вами в этот ваш праздничный день. Дорогие учителя, преподаватели, основатели института, которые вложили много усердия, мы вас приветствуем на этом празднике первого выпуска на нашей земле таких прекрасных студентов. Это ваш вклад, ваш уровень желания проявить славу Божью среди Божьего народа. Благодарим вас. Благодаря, епископа, епископа штата Вашингтон, пастыря по местной церкви, брата Степана, что предоставили возможность в этой церкви учиться группе. И сегодня имеет такой прекрасный праздник выпуска. Общие наши желания не приводят всегда к результатам при Божьем благословении. В книге Иова, 37 глава, 16 стих, мы находим, что здесь Бог называет Себя, что Он совершенный в знании. Когда мы читаем о Духе Святом, в книге «Песни, песней и притч», везде Дух Стой назван Божьей премудростью. А Божий Сын и Зористос назван лучшим учителем. Все, кто слушали Его, говорили, о-о, так никто не говорил, как этот. Поэтому Бог дал образец, высокий уровень знания, высокий уровень правильной работы, это есть украшение дела Господнего. Образование – это просто благословение Божие для Церкви Христовой. Слава Богу! И вы знаете, евреи, они первые это уразумели, потому что это написано в Талмуде, это написано в законе. И они первые создали систему образования, начиная учить маленьких детей и до самого высокого уровня образования. И поэтому люди всей земли по сегодняшний день удивляются, как это произошло. Что более половины лауреатов Нобелевской премии – это евреи. И лучшие врачи, которые признаны мировые лучшие, они тоже евреи. И лучшие банкиры и предприниматели на всей земле тоже евреи. Потому что они полюбили образование. И даже при рассиянии своем на много времени по всем народам, без страны, без организации, они не утратили интерес к образованию. И они не утратили саму систему образования. И поэтому сегодня, когда смотришь и сопоставляешь, самые высокие ученые нашего времени – тоже евреи. Не смотря, что у них не было возможности, они были в рассиянии. Это приложили старания их отцы на основании веры в Бога. Спасибо, Петр Моисеевич, что вы тоже приложили старания, чтобы в нашем штате был университет. И спасибо вам, что вы позволили, чтобы от нашего штата имели возможность пользоваться этим образованием все штаты в нашей стране. Будьте вы благословены, пусть будут благословены ваши дети и ваше служение. Хочется отметить, к большому нашему сожалению, из-за немалых гонений в бывшем Советском Союзе, наш народ славянский утратил желание учиться. Учить желание не утрачено. Но чтобы учить, надо самому же учиться. И даже наш народ, он начал одобрять безграмотность и начал унижать ученость. Но это успех и коммунистов. Коммунисты не хотели, чтобы наши дети учились. И я в свое время сдал на отлично, на красную медаль. И поступил в институт и сдал экзамены на отлично. Но одна графа была заполнена в документах. Ни комсомолец. И уже после экзамена позвал меня декан университета. И говорит, а, 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 а почему ты не комсомолец? И я говорю, верю в живого Бога. А, а. Понятно. Ну, мы будем у вас рассуждать. И было интересно. Все экзамены на отлично, они не знали. А по конкурсу не прошел. Они, конечно, не сказали, из-за того, что верующие. И поэтому мы не имели высшего образования. Мы не имели технического образования. И там не пропускали верующих. И поэтому мы по-настоящему радуемся, что сегодня наши дети, и не наши дети, а наши братья-служители, отцы больших семейств, они возможность имеют учиться и радоваться этому. Читаю притчты 18 глава 16 стих. Сердце разумное, оно приобретает знания. Братья, Бог вас называет разумными. Может, кто-то люди по-другому скажет. Но раз вы приобретали многие годы, знания, Бог говорит, это разумные люди. А знаете, разумные люди утвердят многих. То есть много написано о разумных людях. И притчты 19.2. Мы читаем нехорошо душе человека без знания. А другое место говорить. Ухо мудрых ищет знания. И, ну, не хочется читать такое слово. Но это сам Бог сказал. Притчты 1.22. Это сам Бог говорит для тех, кто осуждает образование. И говорит, доколе невежды будут любить невежество. И доколе глупцы будут насмехаться над знанием. И ненавидят знания. Я уверен, что вы, студенты, окончившие этот университет, получившие определенную степень, не остановитесь. Вы будете учиться дальше. Один из благословенных проповедников, брат наш Белегрем, он сказал, если бы у меня осталось только 4 года жизни, и я бы об этом знал, я бы их посвятил бы своему образованию. А Дрой сказал вам, тот, кто уже перестал учиться, это тот человек, который точно старик. Братья, я желаю вам никогда не стареть. Учить других надо продолжать учиться. Так само, как рука, омывающая от грязи других, должна быть чистая. Пусть ваши знания, сегодня полученные в этом учебном заведении нашего университета принесет пользу, благословение, духовный рост в тех церквях, где Бог позволит вам трудиться. Теперь краткую мысль. Первые университеты тысячу лет на земной планете были утверждены церковью. И только 200 лет назад появились светские университеты. Мы живем уже в 21 веке. И только 200 с лишним лет, как светские университеты, все университеты были христианские. И поэтому ошибочно считать, что форма выпускников учебного заведения это светская. Эта форма была введена в церковью Христовой. И в то же время тогда решение было здравое уравнять всех одинаковой формой, чтобы никто не выделялся друг пред другом. И не разрешали прийти в школу либо в какой-то другой форме. Если ты учился на магистра, вот твоя форма. На баклара, вот твоя форма. Преподаватели имели свою форму, свои отличия. И это была повседневная форма студентов. Потом, конечно, со временем менялись традиции. И эту форму оставили в христианских заведениях как формой для выпускников. А учителя продолжали учить и преподавать только в форме. А потом приняли решение, что уже и учителя могут преподавать без формы, а только на церемонии выпуска. Учителя одевают форму и выпускники одевают форму. И если сегодня кто в церквях говорит взято с мира, это просто невежество, это просто незнание. Смотрите, я вам приведу цифру. Тысячу девятьсот девяностый год. Вы улавливаете? Это всего двадцать три года назад. Как русские университеты ввели эту форму у себя обязательной на выпуске. А раньше они были против потому, что она церковная. А наши, говорят, светская. Поэтому мы должны знать это и в то же время одобрять это в церквях наших. Церковь избрала эту форму именно такой потому, что на то время такую форму носили монахи и носили священники. Люди, посвятившие себя Господу. И эта форма говорила о посвящении себя на служение Богу. И только разные специальности они различались разными цветами. Ну, например, люди искусства и люди гуманитарных наук у них вставочки были белые. Допустим, экономисты имели золотистый цвет. Преподаватели и все живописцы имели голубой цвет. Архитекторы все имели коричневый цвет. А медики и все врачи имели зеленый цвет. А юристы синий. И так дальше. 20 перечень. Поэтому это все когда люди грамотно и знали. А почему в одних желтый, в одних синий, а в одних красный? Потому что то магистр, а то три богослова, и они разной степени направления. Одни преподавают одну часть другую другую. Это учитель, она тоже магистр. И вот учителя легко разговаривали студентом. Студенты легко разговаривают учителей. А для необразованного это вроде что-то лишнее. И в то же время раньше шапочки имели только магистры. А позже их приспособили уже и для балакалавров, и для студентов. Только опять цвет накидки или капелюха. Он разный. И знаете, это не просто накидка. Все служители и все студенты, они были без шапочек, только на выпуске. Они говорили о молитве, это надевали на голову, покрывали голову этим капелюхом, молились, а потом снимали это. И так проводили. Все было продумано. Отцы наши были помазаны духовственным, мудрые, и все хорошо придумали. А вот теология и богословие во всем мире имеют черный цвет мантии и алый цвет накидочки. И она ничего не имеет общего черного греховного. Люди мира возлюбили тьму, больше лежит свет. Это невежество говорить. Это просто образ высокой степени образовательности. И так приняли церковные служители, которые возглавляли те земли, которые стараемся возродить. А косичка она просто определяла меру образования. И у всех студентов, которые учатся, она на правой стороне. Говорит, это студент. У него форма похожа на магистра, но он учится на магистра. А кто окончил, у них на левой стороне, ближе к сердцу. И когда видишь, косичка с левой стороны, это человек, имеющий образование, а тот человек, достигающий. Вот поэтому на церемониях выпуска и делается церемония перекидывания косички. Левой рукой берут справа косичку и творчество перебрасывают. Наконец-то кончили учиться. Теперь знания наши будут признавать за действительное и будут ее практиковать в жизни. И это совершается при учении дипломом. А квартатная шляпочка, вы знаете, она тоже имела значение. Ну не круг уж придумали. И не такой красной шляпочке в лесу. Четыре равных поля говорили в разном направлении ты можешь развивать свое знание. Куда Бог повлечет твой дух? В этом направлении. В этом направлении. В разум развивай, не останавливайся. Поле это маленькое, его можно расширять на славу Господню. Поэтому я желаю сегодняшний весь процесс нашего выпуска уважаемых студентов, которые не ослабили, не оставили образование на полпути. Молитву поручить в распоряжении Святого Духа и помолиться за ведущий всю эту программу, чтобы Бог благословил и чтобы этот день действительно был праздником и туристом для вас, для нашего штата, для нашего Братского Союза, для всех государств в Америке. Мы имеем первый выпуск магистров и вознов в нашем университете штата Вашингтон, которые помогли нам открыли наши братья из за рубежа и вложили сколько времени и усилия, чтобы дойти до этого момента. Низкий вам поклон, большое вам спасибо. И каждый отец, он радуется, когда его сын вырастает и все подобно ему. Я думаю, вы будете радоваться, что наконец-то наши магистры, они смогут преподавать те самые дисциплины, но может немножко слабее ежели вы, а кто-то может и лучше. И мы будем радоваться, что у нас сегодня в Америке более 26 существующих групп уже обучающихся. Многие звонят, просят, откройте у нас, откройте у нас. Нас просят, мы не успеваем. Сознаем целую цепь стараться охватить всех. Вы нужны Господу. Вы учились не для себя. Теперь, если Он позовет, будьте готовы жертвовать собою, времени, семьей, гостей, чтобы и в других местах были такие праздники, когда наконец-то в церкви будет радоваться выпуску первых студентов в их штате. Давайте останем для болицы. Благодарим Тебя, наш Господь, величаем Тебя и поклоняемся Тебе. Ты Бог наш. Мы Твои дети, Твои поклонники, благодарим Тебя. Поклоняемся Тебе и величаем Твое святое имя. Боже наш, мы благодарим Тебя, что Ты помог нам в нашем штате организовать это учебное заведение. Благодарю Тебя за усердие всех, кто вложил свое вклад в том, чтобы это произошло и достигло успеха. Благослови сегодняшний праздник выпуска. Благослови каждого студента, благослови учителей, директоров, благослови наше руководство штата, правление нашего Союза. Пусть будет эта радость общая наша на славу Твою имени. И одно прошу Тебя употреби знания этих мужей, которые просвятились образованию на славу Твою имени в различных направлениях Союза Церкви в нашем народе и за пределами страны. Да будет имя Твое во всем прославлено и возвеличено великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Можете присесть. Сейчас мы будем слушать пение прекрасной группы братской группы из Церкви «Голос Надежды» города Портланд. Приветствуем всех братья и сестры, кто сегодня пришел под покров этого дома. Знаете, такое мероприятие и мы также приехали, чтобы порадоваться вместе с вами, с нашими пастырями, они тоже здесь учениками были. И знаете, я немножко так сидел и смотрел историю, несколько слов читал историю, и там в действительности такие прекрасные слова, что было написано куда-то к израильскому народу «И помни весь твой путь, который вел тебя Господь». Знаете, сегодня какой-то маленький путь вы прошли в этом университете учились и закончили. И знаете, этот путь, он не закончился на этом, но он будет продолжаться. И знаете, эта песня, которую мы будем петь «Жизнь борьба». Пусть Господь благословит, знаете, чтобы мы, идя по этой жизни на дороге, я знаю, что будут эти трудности, переживания, но когда с нами будет Господь Духом Святым, Он будет руководить и вести, и мы пройдем, знаете, потому что это путь для всех нас, и мы будем петь эту песню «Жизнь борьба». Жизнь борьба, последок свой надо мной и над тобой. Шумит ветер, рвется пламя, дал нам Бог побед и знамя. Путь назначен нам далекий и земли следы нелегкий. Рождены мы все в пустыне, Бог призвал нам быть святыми. Столб огня нас ведет среди ночи, раздвигает моря, если хочет. Столб огня сила Духа Святого разрушает любые оковы. Столб огня нас ведет среди ночи, раздвигает моря, если хочет. Столб огня сила Духа Святого разрушает любые оковы. Его сила, Его слава, долгосущего от начала сердце силой наполняет, духом нас соединяет. Нас ведет одна дорога истинная жизнь от Бога. Мы, рожденные в пустыне, прославляем Его имя. Столб огня нас ведет среди ночи, раздвигает моря, если хочет. Столб огня сила Духа Святого разрушает любые оковы. Столб огня нас ведет среди ночи, раздвигает моря, если хочет. Столб огня сила Духа Святого разрушает любые оковы. славы, 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 славы. Терпира и славы, славы. Исцент славы, славы. Халом нас ведет одна дорога, истинная жизнь от Бога. Мы, рождённые в пустыне, Прославляем его имя. Солб огня нас светёт среди ночи, Раздвигает моря, если хочет. Солб огня — сила Духа Святого, Разрушает любые оковы. Солб огня нас светёт среди ночи, Раздвигает моря, если хочет. Солб огня — сила Духа Святого, Разрушает любые оковы. Приветствую всех братьев и сестёр, Приветствую всех гостей, которых в нас сегодня так очень много, но мы не сможем, может быть, всех представить. Но я хотел бы некоторых представить, которые, может, лица вам не совсем знакомы. Я хотел бы представить Анатолия Ивановича Клиновского, который является председателем Совета директоров Словянского университета в штате Вашингтон, который очень много сделал для того, чтобы мы вместе с вами могли учиться, иметь это учебное заведение. Также хочу представить и Романа Павловича Соловия, который также очень много вложил, будучи ещё ректором семинарии. Получилось такое прекрасное сотрудничество. И сегодня, благодаря нашему сотрудничеству в нашем штате, в Вашингтон, есть университет. Спасибо вам, братья. Также хочу представить брата Сергея Викторовича Санникова. Это наш брат, это президент Евразиатской аккредитационной ассоциации, который также очень много нам помогает, корректирует, подсказывает. Благодарим Сергея Викторовича. Это все братья, они являются докторами уже в богословии, они опытные учителя, и многим уже знакомы. И дальше хотел бы представить, вы уже знаете, Николая Ивановича Котякова, это наш брат, который начинал служение, и Наталью Алексеевну Занюк, она тоже является преподавателем. Также очень рад, братья и сестры, что среди нас есть наш епископ Пьет Моисеевич Саенко. Благодарим, Пьет Моисеевич, что вы с нами и можете участвовать в этом служении. Хотел бы сказать вам сам состав группы, которая выпускается сегодня. Среди нас сегодня выпускников есть семь старших пастыров церквей и пятнадцать пастыров, пятнадцать диаконов, три учителя. Пусть Господь благословит. Я хотел бы, да, и один епископ, правильно подсказывают, один епископ, я хотел бы предоставить вам брата Григория Касапа, это наш брат, брат епископ штата Нью-Йорк. И он также, как видите, он и сам в образовании, и весь штат также там в образовании. Хотел бы также предоставить наших гостей, которые приехали, как бы сказать, с Украины, из других штатов. С нами сегодня есть Михаил Васюхневич, старший пастыр из Покена, где брат Михаил. Вот брат Михаил Васюхневич, также есть старший пастыр Соригона в церкви, слово, голос надежды, Иван Трачук. Брат Иван, мы вас приветствуем. Они есть, конечно, своими женами, мы, может, сделали то, чего Писание не разрешает, что Бог сочетал, человек да не разлучает, но так получилось, мы их сегодня разлучили. Многие друзья, многие у нас есть другие служители, и мы вас также приветствуем. И всех наших гостей мы приветствуем. Пусть Господь всех вас благословит. сердечно приветствую всех вас, братья и сестры дорогие. Пару слов, чтобы была логическая связка с предыдущими спикерами. Мы старались работать с такой надеждой, что наш потолок преподавателей будет полом для наших выпускников. Думаю, что так оно и будет. Мне поручено представить краткий исторический обзор истории, кратенькой истории нашего университета. Местописание, которое я желаю прочитать вместе с вами. Книга Второзакония, 8 глава и 2 стих. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить заповеди его или нет. И действительно, на нашем недолгом еще пути Господь нас и благословлял, но и смирял, и испытывал. Оно ушло уже в вечность. Но если кратко описать главные вехи, то можно сказать следующее. Как все начиналось? Весной 2007 года Бог положил на сердце пастору Моничу Владимиру Лукьяновичу с церкви Соломита открыть церкви Евангельский колледж. Служитель попчук Александр Иванович с Украины, гостивший тогда в США, посоветовал пригласить брата Клиновского Анатолия Ивановича, который тогда занимал должность зав. отделом образования Союза в Украине, для помощи в этом деле. И Клиновский получил на это благословение председателя нашего Союза по ночкам Михаила Степановича, отправился в Америку. Летом того же года состоялась встреча Монича Клиновского и с братом Соловеем, который был президентом Львовской богословской семинарии, и академическим деканом Соловейдяком Владимиром Петровичем в помещении Львовской богословской семинарии, на которой было достигнуто соглашение о сотрудничестве. И осенью 2007 года Анатолий Клиновский повторно прилетает в Америку и осуществляет с пастором Моничем академическую и организационную работу по открытию Славянской богословской семинарии, которая по договоренности с ЛБС в академическом плане стала ее филиалом. Для выполнения функции Совета директорев были приглашены ведущие служители штата Вашингтон, которые одобрили начало деятельности СБС и утвердили основные уставные документы. В начале деятельности приобщилось к обучению более ста студентов, часть из которых затем оставили учебу. Процесс обучения осуществлялся в двух группах. Одна в церкви, где пастором являлся Монич, и вторая, где пасторское служение нес епископ Маслов, это в Кенте. Как все продолжалось? Через два с половиной года обучения были вручены дипломы бакалавра служения действующим служителям, учитывая стаж служения и наличие определенных сертификатов об образовании. Но данные дипломы комиссии ЕАА были квалифицированы как преждевременно врученные и рекомендовано комиссией закончить полную программу бакалавра служения, что и было осуществлено. В 2010 году служители церквей юга штата Вашингтон изъявили желание открыть духовные учебные заведения на юге штата, вследствие чего был зарегистрирован Международный славянский центр христианского образования штата Вашингтон, который действовал как филиал Львовской богословской семинарии в академическом плане. На условиях аренды центр был любезно принят Церковью Благодать в городе Рентон, это где мы сейчас находимся, пастор Косянюк Стефан Сергеевич. Обучение началось в двух группах – по программе бакалавра пастырского служения и магистра богословия. Количество групп со временем увеличивалось, Затем в 2011 году был зарегистрирован Славянский университет штата Вашингтон как самостоятельное учебное заведение, который стал правоприемником Международного славянского центра христианского образования. И МСЦХО, и СУФ осуществляют свою деятельность как межсоюзное пятидесятническое учебное заведение, так как в нас обучаются с многих союзов студенты, и обучение происходит в церквях многих союзов пятидесятнической конфессии. Как все обстоит сейчас? Славянский университет штата Вашингтон в настоящее время в процессе аккредитации в Евро-Азиатской аккредитационной ассоциации и имеет статус кандидата для аккредитации в программах бакалавр и магистр практической теологии. В Славянском университете штата Вашингтон, ректом которого является Винничук Николай Иванович, который представлял всех нас, сформирован состав Совета директоров и служителей Америки и Украины, председателем которого является Клиновский Анатолий Иванович, и пастырский консультативный совет из служителей Соединенных Штатов Америки, председателем которого является епископ Саенко Петр Моисеевич. В настоящее время университет насчитывает 22 группы, в которых обучается 576 студентов в разных штатах Америки, 19 групп по программе бакалавра и 3 группы магистра. Группы университета, которые действуют как учебно-консультационные пункты, есть в штатах Вашингтон, Орегон, Калифорния, Миссури, Южная Каролина, Нью-Йорк, Массачусетс, Огайо. Образование в славянских церквях Соединенных Штатов Америки, как Божий огонь работы Святого Духа, разгорелось и продолжает распространяться. Мы еще чисто практически не смогли открыть группы в тех регионах, где братья и сестры хотят учиться. Но мы уверены, что Господь сделает все, чтобы Его воля в плане христианского образования осуществлялась на земле и в том числе среди славянских церквей США. Аминь. Спасибо за внимание. Давайте мы сейчас встанем и все вместе прославим Господа таким знакомым псалмом. Мы его спеваем на украинской мове, кто не знает на украинский, спевайте на русский, спевайте на английский. Великий Бог, коли на світ погляну. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сидайте, будь ласка. Итак, друзья, мы подошли к самому ожидаемому моменту нашего праздника. Для оглашения и вручения дипломов приглашается председатель Совета Директоров Славянского университета штата Вашингтон, магистр богословия и доктор служения Анатолий Иванович Клиновский. Начинается вручение дипломов выпускникам Славянского университета штата Вашингтон. Для вручения дипломов прошу подойти к столику с дипломами ректора Славянского университета штата Вашингтон, магистра богословия Николая Ивановича Винничука и директора Евроазиатской аккредитационной ассоциации кандидата исторических наук, доктора служения Романа Павловича Соловей. Выпускников Славянского университета штата Вашингтон, бакалавров пастырского служения прошу встать. Благодарю. Прошу вручить дипломы выпускникам Славянского университета штата Вашингтон, бакалаврам пастырского служения. Для вручения дипломов бакалавра пастырского служения приглашается Винничук Александр. Благодаря вам! Приведствую вас! Спасибо! Все туда дальше! Дальше! Все туда дальше! Дальше, дальше, дальше. Для вручения диплома бакалавра пастырьского служения приглашается Петр Винничук. Для вручения диплома бакалавра пастырьского служения приглашается Сергей Коваль. Для вручения диплома бакалавра пастырьского служения приглашается Олег Марченко. Для вручения диплома бакалавра пастырьского служения приглашается Иван Хрипта. КОНЕЦ Выпускников Славянского университета штата Вашингтон, Магистров богословия прошу встать. Благодарю. Прошу вручить дипломы выпускникам Славянского университета штата Вашингтон, Магистрам богословия. Для вручения диплома магистра богословия приглашается Петр Антонюк. Вячеслав Архипчук, Михаил Бабин Павел Бабин Роман Василищин Михаил Васюхневич Павел Вербицкий Леонард Гоженко Анатолий Горбунь Виктор Дзубак Николай Дорохов Сергей Заднепровский Сергей Ильницкий Вячеслав Карпенко Иван Карпцов Дорохов Сергей Заднепровский 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 Продолжение следует...